Субтитры подогнал «Симон» 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 В первую очередь это будет первичное жилье, это в областных центрах и в городах республиканского значения. Вторичку мы как бы условия сейчас тоже разрабатываем совместно с отбасы банком. Мы скорее всего в связи с отсутствием первичного жилья в моногородах и селах будем давать вторичку. Вот вы продолжите мысль, то что вы сказали по поводу того, чтобы не было старых ошибок, не было старых проблем, это первое. А во-вторых, я правильно понял, что даже в маленьком городе можно будет там... Ну да, вот необходимо отметить то, что прием заявлений будет вестись два месяца. Если даже 1 мая запустится, значит с 1 мая по 30 июня будет вестись 60 дней условно говоря прием заявлений. И вот чтобы ажиотаж не создавать людям, что вы 1 мая подали 30, роли не будете играть, потому что по итогам приема заявлений будет производиться ранжирование, отбор. Вот это будет главное, критерии отбора еще у нас разрабатываются. И кто пошел в этот список, соответственно, они будут вывесены. И самое главное то, что весь процесс подачи заявлений, подбор-отбор квартиры и подачи заявки, все будет происходить онлайн. Значит, для подачи заявки необходимо просто зайти на сайт отбаса банка, там есть ссылка и подать заявление. Соответственно, вы даете согласие на обработку ваших данных и со всех государственных баз данных, с кем есть интеграция, оттуда будет подтягиваться о вас информация. И если вы соответствует, соответственно, вас допускают. Вот что можно сказать по этой ипотеке, которая с 1 марта стартовала? Там 18 тысяч заявок, я слышал, поступило. На сегодняшний день... Это же запредельно, это же столько денег не выделено. Не, ну, соответственно, да, спрос, конечно, высокий показывает. Если не ошибаюсь, на сегодня где-то 16, 18 тысяч. Да, да, да. 11 одобренных. Не, не, одобренных уже, наверное, порядка 15 тысяч на сегодняшний день, кто соответствует. Да, и прием заявления продолжается. Да, и как бы сказать, что спрос-то идет, как всегда, с больших городов у нас идет. Какая, да, динамика, если можно? Ну, динамику можно посмотреть. То, что, конечно, как всегда, самый большой спрос у нас в Алмате 3497. В Астане 2829 заявок. Самый малый этот заявок у нас в Мангистаусской 382. Ну, в Казларде меньше, тоже 384. Что-то можно сказать по ценам? Я, давайте, я скажу. Да, пожалуйста. Потому что, вот... Вы представьте сейчас, как застройщики оживились, да? Да. Можно задрать цены. Да, да, да. Ну, государство, когда запускает программу, об этом уже тоже позаботилось. И сейчас внедряет механизм такой, что вот человек, когда зашел на портал, подал заявку, соответственно, ему для выбора квартир не нужно будет по застройщикам, по кабинетам, там, отделам продаж ходить. Все будет происходить онлайн, потому что все квартиры, то есть застройщики, которые хотят продать квартиры в рамках этой программы, они размещают свои квартиры на портале Басмана Маркет от Басбанка. Соответственно, они сейчас уже сегодня подают заявки, но здесь необходимо отметить, что все заявки проходят экспертизу залоговой службы банка на соответствие с среднерыночным ценам. Если это соответствует, значит, заключается соглашение застройщикам, и они берут на себя обязательство не поднимать цены до конца года. Потому что люди, которые прошли в рамках УТАУ, они, у них будет возможность выбрать квартиры, дается 6 месяцев. В течение 6 месяцев они должны выбрать квартиры и оформить. Поэтому в целях недопущения такая практика у нас сегодня начинается. Исмир Жарблов, что вы можете сказать в целом по поводу рынка, строительного рынка, как это оживит, не оживит стройку нашу? Сейчас некоторые проблемы застройщики испытывали. Ну, в данный момент это создает депликативный эффект, и застройщики, в свою очередь, выходили предложения в правительство, что сейчас на рынке отсутствуют такие ипотечные программы. Ну, как бы внедрились лимиты по 7-20-25, как бы финансирование урезалось, и это способствовало тому, что у них продажи чуть упали. Данные, как бы, и 7-20-25 мы знаем, что до 29-го года она будет существовать. Дополнительно от Басыбанк внедрил ОТАУП-программу. Есть у нас также вот новая программа ипотечная, и как бы мы даем от Басыбанку еще за счет, у нас вот появился новый механизм выкупа у частных застройщиков жилья для социально уязвимых своих населения. В рамках законопроекта по ведению бизнеса глава государства его подписал, внесены соответствующие поправки в бюджетный кодекс. Сейчас акиматы могут отойти от строительства данного жилья, могут покупать готовое жилье у частных застройщиков для обеспечения быстрого снятия очередности региона. Вот еще интересный вопрос. Получается, заявки к вам поступят, вы их обработаете, автоматически все пройдет. И теперь вопрос возникает, а приоритет-то будет? Вот, например, он в очереди стоит, человек. Нет, например, в рамках ОТАУ, там уже критерии ясны. Там жесткий критерий, кстати, там не все подходят. Да, да, потому что вы сами понимаете, программа ОТАУ, она была изначально рассчитана на 7 лет. Там порядка ежегодно планировалось охватить зависимости от цены на жилье в разных регионах на разные. И где-то усредненно от 6 до 8 тысяч. Соответственно, 150 миллиардов это предполагалось выделить ежегодно. Однозначно, что все не пройдут, но здесь необходимо отметить, что у людей появилась возможность участвовать в таких программах, которые раньше были доступны только очередникам. Это имеется в виду первоначальный взнос, где ниже 50, это 10-20%. Таких программ для обычных вкладчиков раньше не было. Это вот годами порождало спрос. Все говорили, почему для нас нет, почему, если я не осветлась в какой-нибудь категории, не стою в очереди, почему я не могу участвовать? Но все равно 18 тысяч – это капля в море. У нас только на очереди стоит 600 и более тысяч по местным исполнительным органам. Да, согласен. В Астане 40 тысяч у нас стоит в очереди. Но в рамках этой программы и плюс государственная программа в рамках концепции развития ЖКХ до 26-го года, она тоже продолжается. Там тоже есть средства и программа, которая раньше называлась «Шанарак Бахтут Пасы» по 2%, по 5%, она тоже продолжается. И плюс арендное жилье, которому ответственны, конечно, Акиматы. Там тоже ничего не останавливается, там тоже идет. Вы ощущаете прилив вкладчиков? Больше людей вам доверяет? Идут люди? Конечно. Участвуют в госпрограмме? Динамика большая у вас там? Динамика большая, спрос большой на это идет. Просто в рамках даже новой программы, там, конечно, допускается участие в социальных условиях населения. Но здесь одно надо иметь в виду, то что, когда они участвуют в государственных программах, там жилье строят Акиматы или выкупают Акиматы. Там цены фиксированные и намного ниже рыночных. И поэтому, когда они будут подавать заявку на эту программу, там здесь цены все равно среднерыночные. Поэтому будет вопрос именно у определенной категории, если по доходам какие-то будут вопросы, наверное. И в основном, кто стоит в очереди, это, наверное, будет категория бюджетников, государственных служащих. Получается, пока минимально надо миллион, да? И успеть открыть. Ну, открыть успеть. Сейчас все онлайн, никаких трудностей нет, можете дома сидя по видео. Но я хочу понять, вот если один очередник, другой пришел просто с рынка, что называется, под 9 процентов. Ну, приоритета нет. Здесь приоритет именно, кстати, будет то, что... Кто первый? Нет. Нет, не будет. Именно. Вот вы знаете, там уже все ясно. Да. За срок вашего депозита, за каждую тысячу тенге вознаграждение, там балл есть, есть ли у вас семья, есть ли дети. Там все это уже баллы учитываются, и у кого больше, что ты взял. А в новой программе эти критерии еще разрабатываются. Ну, я так думаю, все равно, кредиты же в рамках системы жилищно-строительного сбережения, по-любому, значит, срок депозита будет иметь роль. Поэтому, желательно, кто хочет участвовать, не надо ждать 1 мая, надо открывать депозит, и желательно сейчас уже ложить деньги туда. Да, еще, пожалуйста, если можно, господин Жарабулов, что можете отметить по поводу этой программы, в целом, жилищного строительства, когда у нас будет? В части данной программы это будут привлекаться средства на рыночных условиях от Басыбанка, со стороны государства будет субсидироваться купонная ставка вознаграждения, со стороны уполномоченного органа в лице Министерства промышленного строительства сейчас производится работа по наделению соответствующей компетенции для разработки данных правил. Работа ведется, и это будут рыночные средства, которые будут привлекать от Басыбанка. Так, что нам пишут? Так, отличная программа, охват маленький, спасибо, что смотрите, пишите, потребность намного выше, дайте возможность всем желающим получить ипотеку. Ну, это есть квартирный вопрос. Ну, в принципе, государство здесь предполагает именно оказать помощь тем, у кого нет жилья. За последние 5 лет, как я говорил, не должно быть жилья, и на покупку первого жилья. Многие говорят, например, по УТАУ там 30 миллионов верхний предел кредитования в больших городах, это Астана, Алмата, в других 18, говорят, за это не купишь там, условно говоря, хорошую квартиру. Ну, государство не ставит задачу, чтобы люди покупали квартиры 200 квадратов или 100 квадратов. Здесь именно первое жилье какое-то необходимо до 80 квадратов, чтобы человек мог какую-то собственность жилье купить. А дальше на расширение это уже своими силами надо готовиться и дальше идти. Я вот именно по рынку строительства, вот мое мнение, потому что на сегодняшний день уже застройщики подают квартиры, и во многих городах, конечно, уже, можно сказать, даже предложение от застройщиков, она превышает на сегодняшние принятые заявки, потому что готово жилье, и плюс в этой программе клиенты могут покупать долевку, если есть гарантия казахстанской жилищной компании. Да, но с учетом… В новой программе видите? Да, новую программу, она же на 8 лет рассчитана, и 12 тысяч, и к концу программы прогнозируется 68 тысяч граждан наших охватить жильем. Это уже, можно сказать, потенциальный спрос в виде, я так думаю, застройщики все-таки будет. Ну, у нас строительный сектор всегда был драйвером нашей экономики, я думаю, что тоже небольшой импульс мы получим. Импульс, конечно, будет. А сколько будет вторичного жилья, а сколько первичного, таких градаций нет? Нет, все же будет в больших городах только первичка. Вот именно, чтобы достичь вот этого экономического роста, чтобы стройка тянула за собой другие отрасли, и, соответственно, в больших городах только будет первичка. Ну, в малых городах, в сельско-населенных пунктах, там же понятно, что и экономически, и не каждый застройщик туда пойдет. Но я предвижу, что с учетом того, что если будет спрос в этих селах ежегодно, соответственно, какие-то, может быть, это будет эффектом для того, чтобы застройщики пошли туда. Да, и насчет этих сел, однозначно надо сейчас уже участникам говорить, что не все отделения и все дальние аулы будут кредитоваться. Понимаете, это рынок по-любому, да, там должен быть развит рынок недвижимости. Значит, на недвижимость в этом ауле, в населенном пункте должен быть спрос, там должны происходить продажи. А как вы это будете определять? Ну, будем смотреть. На сегодняшнем принципе у нас уже есть как бы своя зона кредитования, мы же банк. Соответственно, это сейчас люди говорят, что выдайте всем кредит, а дальше же будет спрос. Эти деньги государственные, их надо возвращать. Ответственность на банки. Соответственно, здесь уже будет рыночный механизм, и будем смотреть, какие населенные пункты будем охватить, какие нет. Скорее всего, в рамках развития сельских территорий у государства есть опорные села, которые необходимо развивать. Наверное, может, в первую очередь начнем оттуда. Ну, основные условия пока еще разрабатываются, но мы все-таки есть. Да, будем смотреть, конечно, за информацию. Так, надо взять, спасибо, что пишете, две минуты остается у нас. Надо взять рынок строительства в свои руки и строить много госжилья по фиксированным ценам. У нас продолжают отдавать деньги частникам, которые продают свои картонные коробки с наценкой в 200%. Ну, я не совсем согласен, конечно, с этим, но тем не менее. Прокомментируйте, да, пожалуйста. Ну, госжилье, видите, бюджет все-таки не резиновый. Чтобы всех очередников обеспечить, нам нужны многомиллиардные суммы. В этом году, в текущем году уже государством как бы влито в строительную отрасль где-то 1,1 триллион. Это за счет всех источников, то есть это и кредитное жилье, которое строит Акимата за счет выпуска государственных ценных бумаг. Это и БАХТО от БАСы Шанрак, который 81,2 миллиарда у нас вложено. Это и, можно сказать, и новые ипотечные продукты от БАСы Банка. Но мы же строим открытую рыночную экономику. Как так может быть государство монополизует этот рынок? Это неправильно будет? Да, да. Многие, может, смотрят там на Сингапуру, где государственное жилье практически... Ну, к этому надо большие реформы ввести. Безусловно, безусловно. Так, у нас осталась буквально минута, если что, на новые квартиры в ЖК или вторичное жилье. Но мы обсудили этот вопрос. Что еще можно сказать сейчас, если можно, в заключении нашего эфира? Может быть, даже дадите рекомендации? Нет, рекомендации я вот еще раз хочу напомнить всем, что здесь по-любому это кредит. Так. Здесь надеяться на то, что если у вас сегодня есть просроченные кредиты, плохая кредитная история, если вы закредитованы, у вас есть возможность сейчас, если есть, конечно, возможность закрыть все это. Потому что, по-любому, когда вы даже в список попали, вы придете на подтверждение платежеспособности, там уже сработают все правила банка, там будет определять ваш заход. И поэтому надо готовиться. И несмотря на то, что по новой программе отсутствуют на сегодня требования по депозиту 18 месяцев, но я так думаю, в рамках ЖСС все равно срок депозита будет иметь вес. Поэтому надо открывать депозит сегодня, если есть возможность, уже вкладывать деньги, готовиться. Ну, главное, обнадеживая то, что программа рассчитана на 8 лет. Если кто-то в этом году не прошел, он может подготовиться и подать заявку в следующем году. Пожалуйста. Ну, в рамках долевого участия, в принципе, по договорам ДДУ, нужно учесть то, что нужно заключать данный договор на момент подачи заявки. То, чтобы у него не ранее было, получается. Многие так, чтобы не было вот этих коллизий, чтобы население знало эту часть тоже. Да, спасибо большое. Благодарю вас за то, что пришли в студию, разъяснили некоторые начальные условия этой программы. Безусловно, мы посмотрим дальше, какие будут критерии. Но факт остается фактом. Государство старается помочь всем, кто нуждается. Спасибо большое, что смотрели, что писали. Это была программа «Время говорить». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»